ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На избирательный участок и поездкой на дачу. Этот год для Тверской области особенный. Ведь у нас пройдет сразу три крупных кампании. Выборы губернатора Тверской области, выборы депутатов Государственной думы, выборы депутатов Законодательного собрания Тверской области. Тверская Единой России идет на многоуровневые выборы одной большой командой. Список партий Единая Россия на выборах в Законодательное собрание Тверской области возглавляет лично губернатор Игорь Руденя. Второй номер списка – советник президента Российской Федерации Владимир Васильев. Третий – лидер тверских волонтеров, директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Сегодня она гость нашей студии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Спасибо. Мне очень приятно начинать нашу встречу именно с разговора о моей семье. Мои родители, мама, папа, они познакомились еще в техникуме транспортном. И большую половину жизни были транспортниками, мама – диспетчером в ПТП, а папа – водителем автобуса, а потом и молоковоза. Ну а брат закончил Тверское-Суворовское училище. Мы очень им гордимся. Дальше – Академия МЧС. И теперь служит в нашем Тверском МЧС пожарный спасатель. Юлия, 15 лет назад вы начали свою волонтерскую деятельность. Вспомните свой первый опыт работы в таких проектах. И, насколько я знаю, вы еще являетесь донором. Это правда? Да, как раз с донорством и был связан первый проект нашей команды студенческой. Наш первый проект назывался «Подари капли надежды». Он рассказывал студентам о том, что такое донорство крови, почему это важно, зачем это нужно. Мы все стали донорами. С тех пор я сдаю кровь, мои товарищи по команде продолжают сдавать регулярно кровь. Мой брат стал донором, мы с ним теперь даже вместе сдаем. И уже 20 раз, последний раз был 20-й экватор до получения почетного звания «Почетный донор России». Как я стала кандидатом? На самом деле, скажу честно, никогда это не было какой-то моей целью, стремлением таким. То дело, которым я много лет занимаюсь, оно связано с оказанием помощи людям. И когда я увидела возможность участвовать в выборах, я рассматривала это только как возможность расширить эту свою работу, оказывать помощь в большем объеме. Почему от партии власти, почему от «Единой России»? Я уже много раз отвечала на этот вопрос, потому что это та партия, которая дала мне эту возможность. Дала возможность участвовать в предварительном голосовании, после победы на «Праймерес» войти в список партии, участвовать как кандидат. Какие впечатления от компании? Что вам больше всего запомнилось? Какой вопрос? Какая встреча? На самом деле, это такой марафон на выносливость, потому что очень много мероприятий, встреч с людьми. Но меня готовили к тому, что вот, Юля, это будет очень сложно, это будет неимоверно нелегко. Это правда нелегко, но от встреч с людьми я, наоборот, заряжаюсь энергией. На бульваре Цаново у нас была встреча с жителями, и детей специально не приглашали, они просто рядом играли. Мальчишки подошли ко мне и говорят, а можно нам спортивную площадку? И показали видео на телефоне, как они крутят воркаут на выбивалках для ковров. И вот это меня настолько зацепило, они ходили со мной потом всю эту встречу, подарили мне юпи, пакетик с юпи и шоколадку свою. И вот, наверное, вот это искреннее даже желание детей, да, для себя, но сделать лучшее, чтобы у них была возможность заниматься, мне кажется, такое не может оставить равнодушным. И вы хотите им помочь? Очень хочу. Юлия, вы известный общественный эксперт в области городской среды, безопасности городской среды. Это одна из главных тем вашей предвыборной кампании, программы. Что не так с Тверской городской средой? Очень важно, чтобы эти программы друг с другом, да, вот, состыковывались, и в наших городах появлялось больше доступных перекрестков, снижались барьеры, да, то есть для наших людей с особенными потребностями, для мам с колясками. Ну и, конечно, когда мы делаем доступный, комфортный, прекрасный транспорт, хочется, чтобы наши остановочные павильоны становились лучше, да, там, где-то не было площадки, департамент благоустройства, там, сделал площадку, а остановки, говорят, не защищают от дождя. Да, значит, нужно думать над другими конструкциями этих остановок. Недавно вы выступили с интересным проектом «Хотите запустить программу реновации детских здоровительных лагерей». Насколько это реально, возможно сделать? И вы вообще сами в детстве, летних лагерях были? Да, была, всё детство провела в различных лагерях. Самое такое тёплое впечатление и очень важное, на самом деле, место в моей жизни занял лагерь, который назывался «Острое перо». Это лагерь юных журналистов. И вы знаете, я думаю, что неспроста я потом поступила именно на филологический факультет, потому что в своё время 4 года подряд я ездила в этот лагерь сначала пионером, потом стажёром, потом воспитателем. То есть у меня такой был путь, который, на самом деле, сказался и на выборе профессии. К сожалению, не каждый проект есть возможность реализовать усилиями региона или муниципалитета. Лагеря относятся к муниципалитетам, к нашим городам и территориям. И я думаю, что это как раз та инициатива, с которой нужно идти. Юлия, скажите, на ваш взгляд, каким должен быть депутат и чем заниматься? В первую очередь депутат от территории должен быть смелым человеком. Смелым, потому что нужно понимать, какую ответственность ты берёшь на себя, представляя интересы такого большого числа жителей. А в случае с Тверской областью это практически полмиллиона человек. Огромное число. То есть за каждого из них ты несёшь ответственность, если ты становишься депутатом. Второе, это, конечно, этот человек должен быть честным и открытым. Потому что каждый избиратель, каждый житель территории должен иметь возможность протянуть руку, и чтобы ему в ответ протянул руку его избранник, его депутат. Поэтому очень важно, чтобы этот диалог был не только в предвыборное время, он был на протяжении всего времени работы депутата. Ну и последнее, на мой взгляд, депутат должен быть таким настоящим хомячком, который всё в дом, всё в семью, который будет продвигать область в разные национальные проекты и программы, и обеспечивает, чтобы для нашего региона количество ресурсов, предусмотренных той или иной программой, было максимально возможным. Вы все просьбы записываете в блокнот, когда встречаетесь с жителями Тверской области. Что будет потом с этими наказами и с просьбами? Много ли вы получили от жителей Тверской области подобных просьб за всё время этой кампании? Да, не просто так я всё записываю. Во-первых, я привыкла так работать, потому что за каждое, ну вот вы называете наказы, просьбы и обращения, я вижу в этом предложение, инициативу. Всё, что я смогла собрать за вот эти несколько месяцев, это огромный массив. Это огромный массив работы. И помимо индивидуальных историй, с которыми я, ну уже сейчас стараюсь оказать помощь людям, где-то посоветовать, где-то подсказать, где-то обратить внимание местных властей на этот вопрос, но за каждой индивидуальной историей я стараюсь увидеть более широкую картину, более системную задачу, с которой уже на следующем этапе я хочу работать в виде проектов, либо правотворческих инициатив. Поэтому, пользуясь такой возможностью, я бы хотела лично обратиться к нашим жителям. Дорогие жители Тверской области, дорогие товарищи и друзья, я бы хотела попросить вас поддержать меня для того, чтобы я вместе с вами могла представлять интересы нашей области, наших жителей на федеральном уровне. И я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие и быть тем депутатом, которым вы гордитесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Всего доброго и до новых встреч.